Первыми на старт вышли дети. Им предстояло пробежать 300 метров. Самым маленьким участникам преодолеть дистанцию помогали родители, которые бежали вместе с ними. Независимо от результата, на финише каждого малыша сдала медаль и памятный подарок. Мне сегодня дали медаль и игрушку. Ага, что там написано? Мы сегодня участвовали под номером 31. Здесь написано «Кубок железного варяга». Отличное мероприятие, очень понравилось. Хотим еще раз. А вы сами побежите в следующий раз? В следующий раз обязательно. Среди старших участников как любители, так и профессиональные спортсмены из Москвы, Казани, Перми, Ижевска, Нефтекамска и других городов. Они могли выбрать дистанции на 2, 4, 10, 21 и 42 километра. Занимаюсь спортивным ориентированием и бегом. Но, получается, давно уже не бегал, катался только на лыжах. Дистанция несложная. Сложно было на поворотах, когда там резкие, получается, на 360 градусов нужно разворачиваться. Ноги чуть-чуть проскальзывают и можно упасть. Приходилось тормозить. Сегодня я пробежала дистанцию 10 километров. Тресса была довольно сложная, но несмотря ни на что, я справилась и показала довольно неплохой результат. Изначально было все хорошо, прям темп был уверенный. А потом как-то начало проскальзывать и потяжелело, но пришлось потерпеть. Это уже второй спортивный праздник для всей семьи, организованный по инициативе спортивного активиста Олега Гарифулина. Как он подчеркнул, главная цель – это пропаганда здорового образа жизни. Мы вот эти соревнования делаем не сколько для профессиональных спортсменов, сколько пытаемся привлечь любителей, чтобы все жители города приобщались к спорту, к здоровой жизни. Поэтому очень много дистанции, чтобы могли взрослые, дети, всей семьей люди могли участвовать на соревнованиях. Олег планирует развивать кубок, охватывая как можно больше спортивных дисциплин. Он надеется, что география участников будет расти. В ближайших планах провести в мае кубок по триатлону. Марина Медвинская, Салават Хайрулин. Информационная программа «Ежедневник». Марина Медвинская, Салават Хайрулин. Информационная программа «Ежедневник».